Почему объединяем Зухр и Аср? Какие у нас доводы на это? Мы объединяем Зухр и Аср и также объединяем Макриб и Иша, читаем их в одно время, поскольку это то, что делали непорочные, начиная от его святлости пророка Мухаммада, и заканчивая нашими имамами. То есть это то, как поступали непорочные, а они являются учителями для нас в религии. Всевышний говорит, что подчиняйтесь Аллаху, посланнику и обладателям власти среди вас, и мы берем религию у них, свою религию мы берем у них, они это делали. А теперь по поводу доводов того, что они так делали, они так поступали. Доводы того, что они объединяли молитву, содержатся как в наших книгах, в шиитских книгах, так и в сборниках сунницких. Например, в Аль-Кафе передается предание его святлости имама Садыка, что его святлость сказал, что его святлость посланник Аллаха, объединял в коллективной молитве Зохра и Ас без причины. Без причины объединял. И то же самое, имам Садыка, говорит, его святлость посланник Аллаху, делал в отношении Иша и Магриба, и без причины объединял в коллективной молитве эти две молитвы без причины. Это предание, и также далее, конечно же, имам Садыка объясняет причину этого. وَإِنَّمَا فَعْلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَعَلِهِ وَعَلِهِ وَعَسْسَلَمُ لِيَتَّسِ عَلْوَقْتُ عَلَى أُمَّةِهِ Для того, чтобы его умной было проще, чтобы она обладала большей свободой в отношении времени. И также имеется другое предание. На самом деле, Валькаф имеет целая глава, посвященная этому, и это был один из хадисов из этой главы, и второй хадис из этой главы, который я также засчитаю. Эти оба этих хадиса являются надежными. Сахих этот второй хадис является, первый является мувастак, то есть надежным, а этот Сахих, второй хадис. Второй хадис передается от Абдуллах ибн Синана, который говорит, что спросил у его святлости имама Садига, по поводу объединения молитвы. И отвечая на его вопрос, имам Садига сказал следующее. Нам, قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَعَلِهِ وَعَسْلَمْ أَمِلَا بِهَادَهِ Имам Садига говорит, да, посланник Аллаха поступал таким образом, то есть объединял молитвы. И имеется множество других преданий, не только в Усулькафе и в других, в Асай-Лешия и так далее, в других наших сборниках имеются надежные предания, которые свидетельствуют о том, что непорочные объединяли эти молитвы. Что касается сунистских сборников, то опять-таки я неоднократно приводил, приведу еще раз, предание Исахих Муслима от Ибн Аббаса, предание под номером 705, в котором говорится, что посланник Аллаха, от Ибн Аббаса передается в Сахи Муслиме под номером 705, что посланник Аллаха объединял Зохур и Аср, Магреб и Иша, не будучи в путешествии и вне страха, когда не было никакого страха. И также несколько других преданий в той же главе под тем же номером, под номером 705 и также под номером 706, передается, вот Ибн Аббаса предание, что его святость посланник Аллаха без причины, без страха, без дождя и не будущее в пути объединял эти молитвы. Продолжение следует... Продолжение следует...